Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Второй ролик уже собрался. Клишес объяснил поправку о президентских сроках. Поправка Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы. О как! Чтобы перестали думать о трансфере. Ну то есть перестаньте думать о том, что Путина при вашей жизни кто-то заменит. Путин будет всегда. Вы поняли, да? Вот уже вдалбливают эту идею. Вдалбливают. Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России. Как это можно прокомментировать? Я не знаю. Я не знаю. Так. ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края. Наворовали лесов, продали в Китай. И вот сейчас незаконная рубка. Сумма ущерба лесному фонду составила 950 тысяч рублей. И всего-то, господи, на миллиончик наворовали. Миллион туда, миллион сюда. Вакцинация от коронавируса в России потребует до 70 миллионов доз препарата. А, ребята, ну вот. Это они объясняют, как они будут пилить. Вот все сейчас российские новости. Только о том, как они дальше будут пилить деньги. Вот и все. Больше ничего. За неделю 38 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ РФ. Жаль, что не летальных аппаратов. И богу. Министерство обороны озвучило данные. Бла-бла-бла. Разведчики. Ой, разведывают. Наносят на карты неучтенные сортиры с дырками. Врач рассказал, когда нельзя пить аспирин при похмелье. Вот сейчас уже начинается насчет похмелья. Потому что ожидаются праздники. И россияне, конечно, набухаются. И вот как пить, как не пить. Названо идеальное средство от похмелья и так далее. Бла-бла. Да ну фигня какая-то. Не пейте вообще. Делов-то. ВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%. Да это что-то много. У нас максимальные вообще по мельке гораздо меньше. 7,9%. Куда к черту. Да кто будет покупать? У кого деньги остались? 45-летний Декаплио устроил вечеринку на яхте. В честь 23-летия своей девушки. Молодец. 43-метровая супер-яхта возле Малибу. Но он заработал. Конечно. Тут какой-то еще олимпийский чемпион у него был и так далее. В декабре 2019-го вот его девушка, которая на тот момент была 22 года, рассказала о своем восприятии 23-летней разницы в возрасте со своим возлюбленным. Она заявила, что не переживает из-за того, что актер старше ее более чем в два раза. Старше нее вообще-то. Надо писать. Лента Ру. Ну, молодцы. Но она симпатичная, да. Да, он тоже ничего. Объем частного богатства россиян 16-ти кратно увеличился за 20 лет. Но это не ваше, ребята. Это не ваше богатство. Это все друзья друзей Путина. Понятно, да? Большинство американцев не смогли назвать дату окончания войны с Третьим Рейхом. Зачем нам это нужно? Ну, закончилось когда-то, но уже 75 лет прошло. Да господи! Ну, правильно все. Я даже не сомневаюсь. Большинство американцев понятия не имеют, где Москва находится. Я уже рассказывал этот случай. К нам соседка пришла, говорит, а вы откуда? У вас интересный разговор. Я говорю, мы из России. А, ну, это рядом с Польшей где-то. Рубль снижается к доллару и евро. Понеслась, покатилась. Курс доллара вырос, курс евро вырос. Ну, да. Так. Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на 2 года. А почему не на 40 лет? А, ой, вакцины вводятся дважды. Да-да-да-да-да-да. Ну, нет ее еще. Еще нет у этой вакцины. И не будет никогда, ребят. Деньги попили-то все. Северная Корея восстановят громкоговорители для пропаганды на южной границе. А-ха-ха-ха. Поругались совсем. Совсем поругались. Угу. С 1 июня повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы? Ну, бабушка Рогозина получит. Вам это не светит, ребят? Не. США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы «Джавелин». Ну, и правильно. Конечно. От шахтеров защищаться, от комбайнеров. Что там говорить? Уже доказано в Ганде, что там Россия воюет, ребят. Это все будет еще. Это все еще будет. Самая грибная погода. Небольшие дождики, комфортная температура. Я уже забыл об этом, ребят. Я грибы уже сколько лет не собирал. А раньше нравилось грибы собирать. Либо ловить. Здесь нет. Я другой здесь. Я здесь совсем другой. Путин возложил цветы к монументу матерям-победителей в партии «Патриот». Я понял, что он так сегодня суетится. Сегодня 22 июня, ребята. 22 июня. Равно в 4 часа. Путин возложит венок к модели неизвестного солдата. Ну, вот он и прыгает, скачет. Господи. Матвей Гонопольский. Единственный человек, который победил Путин. Очень интересный этот отрывок из-за его интервью. Ну, конечно, кто? Телеграмм, телеграмм. Да. Дело в том, что Путин вдруг подумал, что в борьбе с Дуровым, в борьбе с Телеграммом, ему помогут танки, его ракеты, его ФСБ. Но это ничего не работает. Это то пространство, где меряются силами интеллекты. Понятно? А в России с этим, о, как сложно. Путин затопал ногами и сказал, вот это вот закрыть. А это закрыть невозможно. Прибежали сто тысяч айтишников и стали чего-то там дергать. А потом предала их путинская комарилия и вдруг выяснилось, что Телеграммом пользуется ближайшее огружение Путина. Все понятно. Гонопольский молодец. У него юморок такой хороший. А, вот и твиттер потихонечку. Так, Геннадий Гудков. Геннадий Гудков Путина решил пойти на шестой срок. Какая неожиданность. Смущает одно. Он еще не отсидел половину пятого. Что-то сильно торопится. Чего-то, видимо, сильно боится. Но не все так здорово у него получается. Но он боится гадий. Конечно, боится. Реально боится, ребята. Потому что он будет... Самое страшное для него... Он будет нерукопожатным. Понимаете? Вот так. Сталин Гулаг на твиттере. Когда с утра прочитал новость, что фотографии погибших фронтовиков рассадили в салоне самолета и решили полетать, подумал, что это чья-то неудачная шутка. Но они реально это сделали. Ух ты, юга. Хороший эксперимент в Казани. Тут ролик про сигналь, если ты против поправок. Парень, стоите с плакатом. И машины разные, от убитых вазов до дорогих иномарок, гудят, гудят, гудят. Да, действительно, ребята. Да, да, да. Так. Ну, я не исключаю возможности остаться. Владимир Владимирович, мы не спрашивали об этом. Если народ этого хочет, то я, конечно, пойду на шестой срок. Да никто этого не хочет. Просто я люблю работать, а не преемников искать. Да заткнись ты, наконец. Ну, это так вот, с юмором, да. Главу администрации президента Конго приговорили к 20 годам за коррупцию и присвоение 50 миллионов долларов. Тот случай, когда даже Конго борется с коррупцией успешнее, чем Россия. Да, интересно. Так, что-то Владимир здесь пишет. Сейчас Владимир Боков отвечу. Марина Молчанова. Опять он про какие-то земли, уведённые у русского народа. У русского народа и сейчас полно земли, но посмотрите на провинцию. Тверская, Новгородская, Карелия. Это же огромные пустыри, которые нафиг никому не нужны для облагораживания. Чё вы всё с этими землями носитесь? Комментарий. Захватить облагороженно и закакать. Да. А, это знаете на что? Это Путин выступил. При создании СССР было прописано право выхода, но не всё, но не было прописано процедуры. Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, тогда выходила бы с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа. Но он собирается опять воевать и отнимать какие-то земли. Сколько получили звёзды за рекламу поправок? Интересно, где-то накопали статистику. Стас Михайлов – 5 миллионов рублей. Кэти Топурия, Бузова, Бородина – по 2 миллиона. Г. Дронов – 1,8 миллиона. Айза Анохина – 1,4. Безруков и Михаил Боярский – по 8 миллионов рублей. Вот царь рекламу поправок вот этих вот. Нового президента, как выясняется, выбрать несложно. Сложно избавиться от старого. Правильно. Колонна танков проехала после тренировки парада, победы под американским посольством. Привет с намёком. Да, вот едут. Я там был. Ой, американское посольство. Я там визу получал. И получил. Вот такие дела, ребята. И как раз в тему мы вчера с Татьяной записали ролик «Как уехать в Америку через учёбу». Платный ролик, он уже на платном канале. Мы уже живо обсуждаем. И вот вам кусочек посмотреть. Просто послушать, как и что. Подписывайтесь на мой платный канал. Вот прям здесь вот внизочке. Всё. Смотрите кусочек ролика. И до обеда. Пока. С вами доктор Влад. Раз, два, три. Опа. Пишет, да. Таня, расскажи нам, пожалуйста, как в Америке учатся. Сколько это стоит и можно ли вообще бесплатно учиться. Здравствуйте. Ну, сегодня воскресенье, 21 июня. Сегодня Фазерс Дэй. Фазерс Дэй – это день отца, день папы. Сегодня все поздравляют своих пап. Вот. Есть в Америке такой праздник. В прошлом месяце был день мамы, а в июне день папы. Погода хорошая, всё нормально. Значит, как учиться, Володя спрашивает. Ну, для того, чтобы учиться, первое, что надо, надо иметь желание. Вот. Если даже вы, как говорится, хотите попасть в Америку, вот, то это в любом возрасте легче всего сделать через какое-нибудь учебное заведение. Потому что во всех учебных заведениях Соединённых Штатов есть интернациональные отделы по работе с иностранными студентами. Вот. И с ними можно, всю информацию можно найти на интернете, можно списаться с любым учебным заведением и начать процесс с ними насчёт обучения. И они уже сами оформляют, во всяком случае, помогают оформлять здесь студенческую визу и так далее, и так далее. Ну, конечно, весь вопрос упирается в то, что это не будет бесплатно, потому что это надо заплатить за хотя бы первый семестр обучения для начала. Вот. Ну, сколько стоит обучение? Ну, во всех местах по-разному. Это надо узнавать, опять же, через интернет в каждом конкретном месте. Вот. Но тут ситуация такая. Значит, это ты не должен платить сразу вперёд за год. Ты должен вперёд заплатить только за первый семестр. вот, и потом, в дальнейшем, ты должен платить от семестра до семестра. Вот. Ну, дело в том, что все студенты, которые здесь учатся, вот, они, как правило, ещё и работают. Поэтому все последующие семестры, если даже у вас нет огромного количества денег, так сказать, с расчётом на будущее, то можно потом, работая здесь, платить уже за свои следующие семестры. Это во-первых. Во-вторых, во-вторых, если вы хорошо учитесь на «отлично», то есть у вас, ну, здесь система баллов не цифровая, как у нас там была, значит, там двойка, тройка, пятёрка, четвёрка, а здесь буквенная. И если вы, самая высокая оценка, это буква «эй», русская «а». И если вы учитесь, как говорится, на все «эй», вот, то можно начать процесс того, что, значит, они дадут вам грант, который будет, мало того, полностью оплачивать ваше обучение, но который будет ещё оплачивать ваше проживание, питание, и ещё вы будете получать стипендию.